всем привет дубки на связи на фоне коров поведаю вам шок-контент такого вы наверняка точно не ожидали долго я вам об этом не сообщал потому что я считал для себя это собственным как-то фиаско мое поражение такое некое ну сейчас я с этим как бы сказать смирился принял думаю что теперь я понимаю что ничего плохого в этом нет я поступил абсолютно правильно ну и собственно вот кто мои зрители постоянные те узнали эту даму это корова зорька которую я продал 12 ноября 54 тысячи я ее продал это скажу что было дешево потому что стильность была не подтвержденная получается я не помню какого числа крытая ну короче 9 ноября должна быть следующая охота мы дождались следующую охоту и собственно 11 числа ее то есть 9 числа охота не было и я 12 числа ее забрали на моя красота а собственно через 8 дней 20 ноября мне ее вернули то есть корова у меня находится и живет уже больше месяца больше месяца я ее вам не показывала этот угол не снимал скрывал ее ну как бы я не вижу ничего в этом плохого как говорится это мое хозяйство что хочу то и показываю да ну как бы мы мне это по моему самолюбию если честно била да что как бы я продал корову а тут не ее вернули я ее продавал без оформления без за систем меркурия как бы это скажем так тоже послужило тем что я ее назад забрал о деталях возврата мы 20 числа получается отмечали у меня день рождения моего брата нам было очень весело очень хорошо как бы крепкие напитки способствовали тоже моему решению такому спонтану мы сидели за столом ржали веселились на нас было много нас нам было весело нам было хорошо тут раздается звонок я увидел последние цифры узнал взял трубку тут женщина начала меня грузить что вот корова мало дает у коровы какие-то там выделения идут они вызвали ветеринар ветеринар сказал что это типа или эндометрит воспалить ну как бы сказать хронический эндометрит или чё либо корова подхватила какое-то венерическое заболевание если честно так напугался потому что все равно корова есть корова в нее не влезешь да и с другой стороны и людям вот такой тоже досталось тем более крылась она ладно мои все остальные крыты искусственно это крылась быком в чужом стаде опять-таки в том стаде где там шоу шоу был весь собранный это все найти прям секунды у меня в голове все это прокручивалось принималось решение я бы чего от меня хотите нам такая корова не нужна мы нашли себе другую я а то что туда доставка была 5 тысяч ягу я мне сейчас некогда ну там слышно было еще наверное я из-за стола потому что вообще не вставал разговоры там были что за столом люди то выделили мне сейчас некогда доставку я оплачивать не буду вы хотите визите сейчас привезем то есть я даже застава не встал трубку положил сам думаю как нафига я взял чего я взял на кое нам не нужно сколько она сейчас дает уехала от меня с 8 литрами еще сейчас приедет назад май ладно пофигу как бы да дальше продолжали гулять веселиться думаю я ее с меркурия не выписывал как она за мной числится так она типа это на мне как она была у меня так она есть и про за неделю я тем более от нее особо не отвык ну короче позвонили мне мы привезли ну тут ехать где-то на грузовой машине с коровы но часа два наверно что помедленнее мне ее выгрузили хозяйка кстати не приехала даже ну видимо кого-то наняли мне ее привезли сгрузили я ее завел сарай привязал посмотрел коров на месте ну я единственное обратил внимание вы меня увидел по вы меня сейчас у меня рука дергается по вы меня я увидел что вы меня сзади задних сосков как бы как ну мы называем это щечки да это полностью время не знаю выше задняя часть как бы подвисает ай ладно фигня тем более день рождения люди у меня сидят там какая-то корова да перевел им деньги то есть знаете они мне привезли корову вообще даже про деньги ничего не сказали я им перевел деньги назад по на этот номер телефона и все забыл как бы на следующий деньги а вечером я пришел ну право ну под этим делом уже как бы на автопилоте все убрался меня вообще ничего не дергал никого и хала а на следующий день меня торкнуло вот этот блин нафига я согласился нафига я взял ее назад начал ее доить доила она действительно мало а мне еще сказала это женщина что она в аппарат молоко не отдает и как у меня дается аппаратом вам не отдает у них аппарат аид у меня молочная ферма ну фиг его знает может другой вакуум другая силиконовая это сосковая резина фиг ее знает ну короче корол приехал домой первые дни доил 3 литра молока в день реально но я сказал ее не дада его ли потому что потому что я знаю какой форму вы меня у этой коровы да сейчас она дает 5-6 литров молока в день вот собственно поэтому у меня периодически бывает молоко на переработку а то скажут от одной коровы он молоко продать не может у него еще молоко копится да вот такие дела такие наши сельские реалии вот такая вот наша жизня коровы вернули я считаю поступил правильно возможно что цены не согласится кстати 9 числа у нее должно было быть охота в охоту она получается не пришла следующая охота 30 и 29 ноября опять-таки ее не было вот следующая охота вот которая в декабре ее опять не было то есть а и кстати про выделение на которой говорила сколько она у меня стоит ни одного выделения я не заметил не слезе ничего не вот то есть если было бы охота то есть его ходу было бы слизь короче ничего не было также она кстати последние дни ноября послась с коровами на веревке я ее специально выводил чтобы увидеть на улице как бы приходит корова в охоту или нет потому что до корова стоят стоили да и не заметишь в охоту как бы вот такие дела пока пока стоит чуть не дальше делаться я еще не знаю наверное это будет тушенка вот ну вот такие дела такие у нас пирожки с котятами все еще хотелось как раз возможно вспомните вы то видео когда меня бомбило который я говорил недовольный стань блогером типа заработай сколько хочешь это как раз таки меня бомбил еще по поводу тому в том видео так сильно что был комментарий что типа я не заготовил сено потому что я никудышный хозяин не могу заработать на своем хозяйстве на как только продал корову так сразу купил сено а меня поэтому и бомбило что стены я купил не на деньги с продажи коровы потому что на тот момент корова у меня уже вернулась домой и деньги я за нее опять перевел назад поняли систему поняли движуху что это реально деньги были на сену не с коровы и поэтому меня те комментарии так сильно задели ну короче короче вот такие дела шок контент вернули мне корову хреновый я продавец я как бы я поэтому ее и взял что я побоялся что вдруг реально с кровой что-то не то и потом люди будут ее зиму кормите меня ругать хаять она того не стоит я считаю вот ну вот так что будем дальше поглядеть что с этим делать и как дальше быть так ладно ребят спасибо вам за внимание поставьте лайк напишите комментарий а кто еще не подписался подписываемся всем пока пока